Ветераны боевых действий имеют право на бесплатное ежемесячное медицинское обследование. Об этом, а также о программе и процедурах обследования говорилось на пресс-конференции, прошедшей сегодня в холдинге «Волга-Медиа». В настоящий момент на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения в регионе стоят 9107 ветеранов. Дистанционное наблюдение на сегодня прошли только 3330 человек. Поэтому работа здесь большая, именно совместными усилиями. Действительно, ее можно будет провести в достаточно короткие сроки. И первый результат именно таких районных выездов, районов приобщения, сил госпиталя, которые действительно являются очень уникальным лечебным учреждением, где сосредоточена как раз и диагностическая база, и лечебная очень широкая. Мы, я думаю, сможем совместными усилиями эту работу провести эффективно. В 2011 году у нас пройдено 1116 человек ветеранов-воин. Всех воин мы имеем в виду. Прошли лечение на сегодняшнюю дату в государственных учреждениях здравоохранения 763 человека. В большинстве своем ветераны – это мужчины 50-60 лет, которые подвергаются основным для этого возраста заболеваниям, как правило, сердечно-сосудистым. На сегодняшний день наша задача, с одной стороны, повысить контроль за проведением той вот диспансеризации, в том числе и участника всех боевых событий, поскольку, понятно, имеется нормативная база для того, чтобы эти мероприятия проводились. Но с учетом того, что госпиталь является головным учреждением в этом направлении, мы, конечно, будем планировать под руководством Комитета по здравоохранению проводить мониторинг этой работы, контроль этого аспекта деятельности лечебных учреждений и сами активно проводить мероприятия по, во-первых, информированию участников афганских событий, что есть госпиталь, головное учреждение, куда они могут в любой момент обращаться и получать исключительно бесплатную медицинскую помощь. Серьезная проблема здоровья ветеранов не должна ложиться только на плечи региона. И вот тут как раз мы и рассматриваем этот вопрос, как с участием Народного фронта, народной программы, где уже именно в областную народную программу, но, я думаю, на федеральную, я как делегат съезда нашего 12-го партии «Единая Россия», еду туда как общественник, то есть от фронта, будем непосредственно говорить и не только, как я уже сказал ранее, о создании той федеральной структуры, которая бы урегулировала наши вопросы, а не те семь ведомств и министерств, которые сейчас бродят деньги для ветеранов именно боевых действий, а именно централизованно, но и создание этих реабилитационных центров на базе госпиталей ветеранов. Чтобы пройти медицинское обследование уже сейчас, нужно просто обратиться в госпиталь. Для жителей районов необходимо согласование на уровне территориальных лечебно-диагностических учреждений и глав местных администраций, чтобы решить вопрос транспортировки. Прием проводится два раза в неделю, абсолютно бесплатно. Мария Доброскокина, Егор Попов, информационное агентство «Волга-Медиа».